Вместе с пандемией коронавируса в нашу жизнь активно входят инновации. Латвийский производитель косметики разработал детское мыло. Точнее, не совсем мыло, а пластилин. По замыслу он мотивирует детей чаще мыть руки и помогает развить привычку следить за гигиеной. Сейчас это как никогда необходимо. Вспышка коронавируса. Время, когда помнить о гигиене, сейчас важно как никогда. Мытье рук – занятие обыденное. И дети это часто делают неохотно. А если заставлять, то результаты и вовсе можно не добиться, говорит психолог Алика Сорокина. Нельзя просто рассказать, и у них разовьется какая-либо привычка или какой-то навык разовьется. То есть на самом деле дети развиваются и что-либо осваивают через игру. Через игру с игрушками, с пластилином, с любыми другими предметами, где родители включены, и где родители включены не просто отрабатывая повинность, как бы я так сказала бы, да, а когда они включены эмоционально, им интересно играть с детьми, любой навык можно сформировать. Вместе с пандемией в нашу жизнь приходят и инновации. Пластилин мыла латвийский производитель разрабатывал на протяжении года. В его основе кукурузный крахмал. В данном случае получилась вот такая вот структура. В руках я держу просто обычный кусочек, который на вид просто представляет собой похожий кусочек на пластилин. Из такого пластилином мыла можно лепить различные фигурки. Для детей это не только бит развлечений, но и дополнительная мотивация следить за личной гигиеной. Поигрался и заодно помыл руки. В тот момент, когда гигиена рук особенно актуальна, мы хотим, чтобы процесс мытья рук ассоциировался с чем-то приятным. И действительно, пластилин в руках детей может стать чем угодно. И это хороший способ также развивать творческую и мелкую моторику рук. Ты не заставляешь ребенка мыть руки, а он сам заинтересован в этом. Впрочем, специалисты напоминают, все должно быть в меру. Слишком длительный и часто мыть рук может навредить. Вот дуколь Айнис Купч, Янис Верденс, Латвийское телевидение.